ДИАЛОГ Здравствуйте! Вы смотрите Диалог о подготовке ко дню города и международному фестивалю «Сожский хоровод». Мы будем сегодня говорить с нашей гостьей. Присоединяйтесь к нашей беседе. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, Екатерина Викторовна. Добрый вечер. В культурной жизни Гомеля на этих выходных сразу два масштабных события. Это и день рождения очередного областного центра, и международный фестиваль «Сожский хоровод». На каком этапе сейчас подготовка? К празднику все ли уже успели? Мы сейчас находимся в самой активной фазе, потому что, безусловно, «Сожский хоровод», как такое масштабное мероприятие добавляет определенных хлопот. Но в целом подготовка идет в таком усиленном и, я бы сказала, в таком нормальном режиме. Мы уже ожидаем завтра заезд наших участников фестиваля, поэтому добавится еще несколько, так скажем, участков работы. Ну, скажем так, планово все происходит, без срывов и эксцессов, к счастью. Фестиваль любимый гомельчанами, на самом деле, долгие годы. И вообще, мне кажется, сейчас интерес к танцу, он как никогда на высоте. А у вас есть какие-то предпочтения в этом жанре? Ну, таких явных предпочтений, я бы сказала, нет. Скорее, я люблю профессиональную хореографию в любом ее проявлении. Будь то народно-сценический танец, будь то классический балет, будь то современная хореография. И, я бы сказала, мне доставляет личное удовольствие все то, что сделано хорошо и красиво. А что любите вы, уважаемые телезрители? У нас сегодня в гостях человек, который о культурной жизни гомеля знает все и даже больше. Поэтому, если вас что-то интересует, то не теряйте времени, присоединяйтесь к нам. Самое яркое событие фестиваля «Шосский хоровод» – это обычно церемония открытия. Это всегда такое уникальное, театрализованное, масштабное действие. И в 2016 году оно было поистине впечатляющим. Это отметили все, кто видел, и пресса, и гости. Как вы думаете, удастся ли этот успех повторить в этом году? И вообще, есть ли такая цель? Такая цель есть всегда. Потому что у любого творческого человека задача не повторяться, а превзойти предыдущую, так скажем, вершину. И у нашего режиссера, Петра Ивановича Свердлова, она такая же. И в этом году мы очень надеемся, что впечатлим не меньше, чем в предыдущие годы. Потому что у каждого открытия, безусловно, новая концепция. У каждого открытия новая тема, соответственно, новые образы. И мы надеемся, что они покорят зрителя, как и в предыдущие годы. О теме расскажите, пожалуйста. Это обычно очень интересно следить за тем, как это разворачивается. В этом году тема «Время выбирает нас». Она, с одной стороны, очень философская. С другой стороны, это тема, которая позволила нашему режиссеру применить очень интересную образность. Он работает с образом часов механических, песочных, огненных. И все это воплощается людьми. Все это воплощается хореографами. И получится такая очень интересная картинка. И надеемся, что каждый найдет в этой теме что-то для себя интересное. Ну, или просто получит удовольствие от увиденного. Это несомненно. Кстати, о некоторых идеях и задумках творческих коллективов, которые будут участвовать и в церемонии открытия в том числе. У нас подготовлен сюжет. Давайте его сейчас все вместе посмотрим. А после мы вернемся в эту студию и продолжим наш диалог присоединиться. Еще в начале этой недели главная площадь Гомеля напоминала строительную площадку. Дорожники укладывали последние метры новой тротуарной плитки. По большому счету, времени у них оставалось не так уже и много. В субботу, 15 сентября, в 11 часов на этой площадке начнется церемония открытия торжеств, посвященных Дню города. К этому времени организаторы планируют установить здесь специальные декорации, стилизовав площадь Ленина под гомельский дворик. Именно с такими двориками у многих гомельчан связаны теплые воспоминания. Дворик – это площадь, такой увеличенный вариант гомельского дворика. А каждый номер, который будет происходить во время торжественного открытия, это будет этап жизни гомельчанина. В связи с тем, что мероприятий очень много в городе Гомеле, хочется гомельчанам дать и гостям города больше времени посмотреть все площадки, поэтому открытие будет небольшое, буквально в районе часа. Это открытие будет, но на сегодняшний момент количество артистов, которые будут принимать в этом открытии, мы насчитываем более тысячи. Еще более массовым станет открытие международного фестиваля «Сожский хоровод». Впервые его провели в 1997 году. Нынешний станет девятым. В церемонии открытия на стадионе «Центральный» будут задействованы около двух тысяч участников. Причем вместе с профессиональными коллективами на сцену выйдут 560 студенток местных высших учебных заведений. Первоначально было очень тяжело, потому что все-таки мы девушки, нам надо собраться. Ну, потом уже пошло, поехало, и вот уже идет результат. Физически тяжело? Нет, физически не тяжело. Тяжело морально. То есть мы приходим сюда после пар. Мы, конечно, устаем, но все равно это очень интересно. Пожалуй, главное требование администрации стадиона к режиссерской группе – не повредить дорогостоящий футбольный газон. По этой причине обувь на каблуках здесь под строгим запретом. В остальном же планы организаторов никто не ограничивает. За примерно полтора часа гостям праздника расскажут об основных направлениях хореографического искусства. Главный режиссер фестиваля Петр Свердлов говорит, что это будет максимально зрелищное действие. На протяжении всего времени, пока идет репетиция, он успевает не только руководить процессом, но и выступает в роли психолога. Все будет хорошо. Праздник пройдет красиво. В пятницу к гомельчанам присоединятся еще и гости фестиваля – государственный академический ансамбль танца, государственный ансамбль песниры, национальный академический большой театр оперы и балета. Они тоже выйдут на построенную посередине поля сцену. Правда, времени для репетиций у этих коллективов почти не будет. У нас есть возможность буквально два часа поработать с ними, определить определенный фрагмент, кусочек для участия в открытии фестиваля, сделать, скомпоновать. Но, учитывая, что есть небольшой опыт, у нас это получается. В отличие от дня города, который запланирован на 15 сентября, международный фестиваль хореографического искусства «Сожский хоровод» будет проходить на протяжении трех дней. Первые конкурсанты выйдут на сцену городского центра культуры в пятницу в 10 часов утра. Церемония награждения запланирована на воскресенье. Причем в этом году решено повторить практику прошлого фестиваля, когда одновременно с основным составом жюри было создано жюри из руководителей творческих коллективов. Это позволит оценить выступления участников более объективно, а значит и повысить престиж «Сожского хоровода». Мы подсчитываем голоса и видим, насколько справедливо или точно попадает наша компетентная профессиональная жюри по отношению к тем или иным коллективам. И сопоставляем, и выводим тоже определенную оценку, балл ставим, и смотрим, и выводим общий результат. И говорим, этому коллективу просудит первое место, этому гран-при, а этот просто за участие в фестивале. Это нормальный ход, нормальная форма, и мы ее уже второй раз поддерживаем. Вы смотрите «Диалог», начальник управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гомельского горосполкома Екатерина Диктерева у нас в гостях. Конкурс есть конкурс. И в конкурсе всегда хочется быть победителем, и, конечно же, все, кто участвует, все на это, наверное, втайне рассчитывают. Как вы думаете, есть ли шансы у наших коллективов? Конечно, шансы есть всегда. Тем более у нас очень сильная в городе традиция хореографического искусства, начиная от Александра Рыбальченко, можно так говорить. Поэтому шансы есть всегда, и у нас в этом году есть достойные заявки от гомельских коллективов. Очень приятно, что это и коллективы, которые уже не один год подтверждают, так скажем, свой уровень. Заслуженные любительские коллективы. И хорошо то, что принимают и коллективы с, так скажем, с меньшим послуженным списком участия, таким образом зарабатывая себе определенный опыт. Ну, а уже жюри рассудит, кто из них достойнее. Сколько номинаций у конкурса? У конкурса четыре номинации в различных направлениях хореографии. Это народно-сценический танец, эстрадный танец, фольклорно-бытовой и современная хореография. Помимо этого, если раньше мы, например, делали в каждой номинации конкурс балетмейстерских работ, то вот в этом году принято решение сделать конкурс балетмейстерских работ среди всех участников и выбрать лучшую балетмейстерскую работу. Кроме того, у нас жюри имеет право присуждать номинации от, так скажем, своего имени в количестве пяти штук. За различные какие-либо, ну так скажем... Кто приглянется. Да, индивидуальное достижение. Особенно кленам жюри. Гомельчане представлены во всех номинациях? Практически, да. То есть, на самом деле, очень разножанровый город в этой хореографической традиции. Счастью, да. Екатерина Викторовна, что, где, когда, где можно будет увидеть это своими глазами и нужны ли билеты на мероприятия сожского хоровода? Ну, есть, как всегда, перечень и платных, и бесплатных мероприятий. Конкурсные дни у нас с пятницы, суббота. Они пройдут в городском центре культуры. В пятницу это в 9 утра. В субботу это с 10 утра. И входят, мы берем такую символическую плату в 3 рубля для зрителей. Участники, безусловно, и наши хореографы участвуют бесплатно. Что касается открытия, билеты продаются на стадион. Центральное открытие пройдет в 20.00.14 сентября, в пятницу. Билеты еще есть в продаже. То есть, можно еще успеть приобрести. Но, если нет возможности посетить открытие, то коллективы-участники можно увидеть на площадках в день города. Они будут выступать и на площадках центральной части города, и в каждом районе города. В вечерней программе с 18.00 до 19.30 можно будет увидеть наших гостей, участников фестиваля с их выступлениями коллективов. То есть, вы уже распределили, кто где и когда будет со своей программой танцевать вечером. Уже точно знаете, кто приедет в Гомель. Ну, да. Расскажите нам, из каких стран, какие коллективы это традиционные наши гости? Или, может быть, в этом году кто-то впервые до нас добрался? Есть, безусловно, наши постоянные участники. Коллективы, которые к нам приезжают, остаются очень довольны посещением нашего города. Да и город нравится, и уровень организационной подготовки. Поэтому есть те, кто участвовал в последнем фестивале, есть те, кто приезжал к нам раньше. Есть и новые гости. Нам очень приятно, что мы расширяем географию наших стран. В этом году нас посетит очень интересный коллектив из Китая. Они представят свою национальную хореографию. Это очень красивое, интересное зрелище. Ну, и с учетом того, что это достаточно, ну, так скажем, коллектив, который преодолевает очень большое расстояние, очень приятно, что они нашли эту возможность. Да, на самом деле, где их можно будет увидеть? Их можно будет увидеть и в открытии фестиваля, и можно будет увидеть их в открытии Дня города. Они поймут участие в шествии. Ну, и можно посетить конкурсную программу 14 сентября, где они принимают участие в первой половине дня, и также посмотреть на их выступление. Решение жюри должно будет вынести в воскресенье. Ну, по сути, оно выносится уже в субботу, и идет подготовительная работа к церемонии закрытия. А сама церемония пройдет в воскресенье. До начала церемонии закрытия мы проведем круглый стол в формате пресс-конференции, где руководители коллективов смогут пообщаться с членами жюри, между собой, и, соответственно, представители средств массовой информации также примут участие в беседе, смогут задать вопросы. Это такая очень хорошая практика, когда специалисты и люди, которые за ними наблюдают, имеют возможность совместного общения. А сами артисты? Как будут проводить время? Для них у нас, для каждого коллектива разработана программа. Она, на самом деле, очень плотная, потому что они приезжают не просто на отдых, они приезжают с определенной целью и, безусловно, принимают участие в конкурсной программе, а иногда и ни в одной номинации. Есть и такие коллективы, соответственно, первые два дня у них достаточно плотно расписаны. Для тех, у кого находятся окошечки, мы предусматриваем культурную программу, а в субботу в городском центре культуры организовываем для всех участников фестиваля «Вечер дружбы». У них будет возможность немного пообщаться, а в 22.00 посетить наш городской праздничный фейерверк. Действительно, люди творческие, объединенные общей страстью, наверняка у них есть общие темы и есть что обсудить. За что будут сражаться участники в конкурсе? Какие призы подготовлены? Традиционно мы не работаем в формате, так скажем, денежного призового фонда, а стараемся порадовать наших победителей чем-то полезным именно для хореографических коллективов. В этом году у нас есть партнер, который помогает нам с призовым фондом. Это компания «Хармен», которая производит акустические системы JBL. И это очень-таки полезные вещи, как беспроводные акустические колонки, к которым подключаются различные девайсы, будь то флешка, либо телефон, либо ноутбук, планшет. И работать с таким устройством можно в любом месте абсолютно, не привязываясь к помещению, либо на свежем воздухе практически. Вот. И я надеюсь, что это будет очень полезно для наших участников. Пришло как раз сообщение к нам на Viber с мнением, что, видимо, желающих посетить караход нет, начали собирать деньги в госучреждениях. Вот такое мнение. На самом деле не думаю, что нет желающих, потому что зрелище, подобное которому в Гомере можно увидеть очень редко, раз в два года, наверное. Дорогие ли это на открытии? От 10 до 30 рублей. То есть цена, политика, достаточно гибкая. Гибкая, и эта цена адекватна к качеству того зрелища, которое будет происходить, потому что это не рядовое какое-то выступление, просто коллективы один за другим, это и спецэффекты. И прикладываются вообще достаточно серьезные усилия, начиная от того, что это почти 2000 человек задействованы. Это задействованы технические серьезные очень средства. Мы постарались в этом году изменить, так скажем, привычные декорации стадиона. Возведена конструкция, она частично уже просматривается, которая, собственно говоря, и будет выполнять функцию основного спецэффекта, создавать вот такой определенный антураж для всего действия на этом поле. Поэтому затрачиваются достаточно серьезные усилия. И понятно, что они не происходят безвозмездно. Конечно, это и труд, и это и средства, которые должны, наверное, в какой-то степени себя вернуть, оправдать. Посмотрите, пожалуйста, в сети фотографии или репортажи с 2016 года, с церемонии открытия. Я думаю, что впечатлитесь. Потому что ни одного отзыва негативного я не слышала от тех людей, которые были. И если вам предлагают, может быть, на предприятии ваш профсоюзный комитет есть возможность сходить, то вот ее не упускайте. Потому что это того стоит, чтобы такое зрелище увидеть. Присоединяйтесь к нам. Мы готовы выслушать любое мнение. Будем рады. Турнир по больно-спортивным танцам на Кубок Гомеля «Золотая рысь». Тоже одно из традиционных мероприятий. Расскажите, пожалуйста, в этом году пройдет просто это как часть сожского хоровода, да? Либо же есть какие-то свои особенности у этого мероприятия? Ну, традиционно в последние годы это часть сожского хоровода. Но в этом году есть определенные особенности. Мы сменили площадку. Турнир мы перенесли на спортивный комплекс «Локомотив». Очень хорошая современная спортивная база с полом, который не требует каких-то дополнительных усилий, потому что бальные танцы – это в первую очередь хорошее покрытие. К сожалению, у нас в городе нет паркета мобильного, который используется в таких случаях, но он, в общем-то, и не нужен при наличии такой базы. Из новинок у нас, в принципе, программа традиционная. Участвуют у нас спортсмены разного возраста. Вечерние финалы – это Кубок Европы на Кубок Города «Золотая рысь». Мы ожидаем пары международного класса, которые уже на сегодняшний день заявились к участию. И из таких интересных новинок, я бы так сказала, финальные выступления пройдут и в субботу, и в воскресенье в сопровождении живого звука. Наш Гомельский симфонический оркестр готовит специально программу к этому турниру, и получится такое интересное, красивое шоу. Ну, это сложно, наверное, под живое исполнение. Нужно еще и подстроиться танцорам. Поэтому, действительно, если люди такого уровня мастерства считают нужным для себя, приехать и в Гомель выступить, значит, это престижная площадка. Это интересные проекты для городского оркестра, потому что не каждый оркестр в целом в республике владеет такой программой. Таких, на самом деле, примеров очень мало, и мы надеемся, что она будет востребована в дальнейшем в других турнирах. Это очень смелый творческий коллектив, оркестр. Люди никаких экспериментов не боятся, это выше всяческих похвал. В составе жюри конкурса, вот мы уже о конкурсе говорили, традиционно это искусствоведы, ведущие специалисты практики в области хореографического мастерства. Есть какие-то персоны, которых особенно ждете, и мнение которых в Гомеле было бы интересно и важно услышать? На самом деле у нас достаточно такой камерный состав жюри. То, что касается сурского хоровода, это всего 5 человек, и последние годы у нас не меняется председатель. Это Светлана Гудковская, заведующая кафедрой хореографии Белорусского государственного университета культуры и искусства. Это человек, который знает о хореографии в Беларуси, все. А состав международного жюри мы стараемся менять, потому что всегда, конечно, важен свежий взгляд. В этом году мы ждем представителей из Молдовы, Польши, Украины и России. Все хореографы очень опытные, они представляют разные направления хореографические, и современную хореографию, и народно-сценический танец. Достаточно серьезный уровень, поэтому коллективам придется, так скажем, приложить усилия, чтобы произвести впечатление. Да, это не просто праздник. Я думаю, что артисты-то об этом как раз прекрасно помнят. Это и волнение, и действительно желание произвести впечатление. Тут очень много эмоций всевозможных, и вряд ли о них можно забыть. У мамы сегодня правит интернет, у молодежи это соцсети. Скажите, пожалуйста, для освещения событий фестиваля, есть ли сайт, специальная страничка в соцсетях, группа, где можно было бы онлайн все это наблюдать? В принципе, да. Вот у нас на сегодняшний день есть страница в Инстаграм «Сурский хоровод», и там мы сейчас выкладываем и репетиционный процесс, и информационные материалы, выкладываем там афиши. Все это можно найти под хэштегом «Сурский хоровод» или «Гомелькарагод» латиницей. И в принципе мы планируем продолжать активное освещение в этом направлении и работать все праздничные дни. Кроме того, мы будем активно подключать к этому процессу и участников фестиваля, то есть они будут ознакомлены со страничкой, смогут выкладывать и свои фотографии под этими хэштегами. Хотелось бы собрать очень такую большую панораму материала информационного, которому будет доступ у большого количества людей. Сегодня это, да, это необходимость, на самом деле, работать именно так и в таком ключе. Но прежде чем мы перейдем к событиям дня города, я хотела бы предложить выслушать. Жители областного центра, мы обратились к ним с вопросом, как, на ваш взгляд, стоит разнообразить культурную жизнь «Гомеля». Кто в центре живет, всего хватает, я считаю. Концерты, кинотеатры, все есть. Культурные центры, всевозможные артисты приезжают, кинотеатры, хоккей, футбол. Это все культурные программы. Так что, а чего не хватает, я не могу даже. В наши годы что уже? Сидишь на пенсии и тихонечко смотришь. А вы ходите в театры? В театры? Да нет, как-то нет. Сейчас уже нет, раньше ходили. В принципе, концертных площадок много. Ко всем знаменательным праздничным датам, ко всем праздникам всегда все проводится. Можно сходить в кукольный театр вместе с ребенком. Но особых каких-то мест, честно вам скажу, я не знаю. Вот тут увидела площадку новую, меня это порадовало, и мы идем сейчас туда играть. Ну, наверное, не хватает площадок, таких как фитнес-направления. Очень популярные в России, вот я, например, знаю в Питере, я видела. То есть для молодежи, для подрастающего поколения очень даже ничего. По крайней мере, это лучше, чем фастфуд, который у нас везде есть. Я бы предложил, чтобы больше было интерактивных для детей, особенно для малого возраста и больших, интерактивных, подвижных игр. Чтобы было бы, можно было поиграть не за компьютером, не за телефоном, а чтобы можно было выйти какие-то соревнования, какие-то там общественные, вот как вот в Минске было, вот забеги какие-то там городские, там может... Вот сейчас к дню города можно тоже забег устроить, марафон. Вот я сам работаю клоуном, веселю детей, и хотелось бы, чтобы больше было движения. Есть много в Гомеле, я согласна, даже в этом скверике проходит очень много мероприятий. Но разнообразить, да, надо, может что-то для детей больше делать, потому что чтобы дети, они всегда активны, чтобы им было куда себя приложить круглые сутки, скажем так. Я помню, как мы ходили в промышленность на танцы, мы ходили в кинотеатры, мы смотрели фильмы. Сейчас ничего этого нет, а может быть даже есть, но, наверное, очень дорого, я не знаю, почему дети куда-то не... Вот у меня внучка, она никуда не ходит, вообще. Она постоянно дома. Бабушка, а куда идти? Куда? В кафе, в ресторан? В парк приезжал с аттракционами, с животными, и было бы довольно интересно. Или контактные парки, которые приезжают просто, но так, чтобы животные чувствовали себя в свободе больше. А не так, чтобы в клетке привезли зверюшку и дали потыкать. Было бы интересно, если честно. Вот. Городу нужно иметь свои такие зоопарки? Да, было бы неплохо, честно говоря, потому что у многих городов такое уже есть, а у нас не хватает. Мы продолжаем диалог в прямом эфире. Говорим сегодня о культурной жизни Гомеля. Если вы хотите задать ваш вопрос Екатерине Викторовне Дегтяревой, то еще у вас есть на это 15 минут. Присоединяйтесь. Екатерина Викторовна, ваше мнение. Какой формат городских развлечений сегодня востребован, а от чего уже, может быть, стоило бы и отказаться? У вас требованы разные форматы. Но что я наблюдаю в последние годы, то, безусловно, интерес больше вызывает такой комплексный подход, когда есть и развлечения для детей, и развлечения для молодежи, и для взрослых. И чтобы это была и развлекательная программа, и концертная. И в этом отношении в последние годы у нас проходят такого рода мероприятия, которые совмещают в себе большое количество, так скажем, направлений. Для молодежи у нас за прошлый год прошло, частично за этот несколько фестивалей уличной еды, у нас большой популярностью пользовался проходной дворик. Вот эти все направления мы сейчас активно развиваем и стараемся учесть интересы, безусловно, всего спектра. И, например, если мы говорим о дне города, то будут площадки и для детей, будут площадки для молодежи и для тех, кто уже более старшего возраста. То есть максимально разнообразим, и я не могу сказать, что что-то из этого не востребовано. Возможно, где-то мы меняем форму, но по сути, как бы, все наши творческие коллективы городские находят в себе применение, работая при этом в совершенно разных направлениях. Вот если вспомнить прошлый год, то очень хорошо помнится первый проходной двор. Действительно, это было что-то свежее, необычное, интересное, что-что. Ну, невозможно было туда не заглянуть, проходя мимо. Интересная форма, на самом деле, молодцы организаторы. И фестиваль винограда, наверное, тоже определил, так собрал вокруг себя большую часть аудитории. Неожиданное направление для города, да. Неожиданное, потому что, да, казалось бы, к городу отношения не имеют, но и сам по себе достаточно эстетичный виноград, и выглядит хорошо. И когда его много, и он разных сортов, и когда его можно попробовать, ну, просто прелесть. И в этот день города мы увидим продолжение. В сквере Громыко опять же можно прийти, ознакомиться с нашими виноградарями, с различными сортами. То есть опять будет этот праздник. И в целом мы, в общем-то, активно стараемся поддерживать те проекты, которые имеют своего зрителя, слушателя и свою аудиторию. Там же в сквере у нас пройдет уже второй фест уличного искусства на одной волне. Представят свое мастерство уличные театры, уличные музыканты. Тоже очень популярное у молодежи направление. Очень популярно у молодежи сейчас различные молодежные кавер-группы или, как раньше их называли, вокально-инструментальные ансамбли. У нас есть в городе хорошая традиция. Мы проводим фестиваль вокально-инструментальных ансамблей или, как сейчас модно, кавер-бэндов «Сожский шлягер». Вот итоги этого фестиваля, который проходил весной, показал, что направление очень востребовано. Мы приглашали коллективы эти принять участие в Дне молодежи. С большим успехом прошел концерт сегодня. Вот мы их пригласили принять участие в Дне города. И у нас планируется интересная очень вечерняя программа на Белецком спуске. Начиная с 17.30 будут выступать гомельские кавер-бэнды, минские кавер-бэнды. И у нас в финале будет работать группа «Дрозды», то есть хедлайнером. Очень интересная программа, рассчитанная именно на молодежную аудиторию. Но это не значит, что только в этом направлении мы работаем. Во всех районах города пройдут концертные площадки. Они самые-самые разные, рассчитаны на разную аудиторию. Поэтому всех приглашаем, будет интересно. Общая афиша. Расскажите, пожалуйста, где можно ее найти и с ней познакомиться, чтобы что-то для себя интересное выбрать. Она сегодня есть на сайте городского исполнительного комитета. Разместили программу мероприятий «Средства массовой информации» у себя на сайтах. То есть в интернете можно увидеть. И можно увидеть на афишных тумбах города. Екатерина Викторовна, вы, конечно, будете заняты в этот день. Но представим такую ситуацию, что вы свободны. Вы бы куда пошли? У меня был опыт, на самом деле. Ну, не в дня города, а посещение другого праздника, когда я не работала, находясь в декретном отпуске. Знаете, это очень интересное ощущение, когда ты выходишь на праздник без, так скажем, каких-то обязательств. Ты гораздо больше видишь, на большее количество вещей имеешь возможность обратить внимание. И для меня, наверное, самое уютное, это лично мое, это центральная часть города. Это советская. Мне очень нравится, когда она пешеходная. Это набережная, когда она наполнена различными интерактивными зонами. И прогуляться по ней в тишине можно очень часто, практически ежедневно. А прийти туда на праздник, это не так часто бывает в году. Поэтому с большим бы удовольствием. Отправились бы прогуляться. Да. Ну, сколько людей, столько мнений. Кто-то оценит тишину, уединение, романтику. А кто-то совсем наоборот. Есть у нас на Вайбере по этому поводу вопрос. В Гомерском парке красивая набережная, по которой летом гуляет большое количество людей, но там нельзя даже воды купить. Почему бы не сдавать в аренду места на набережные для частников, чтобы поставить там палатки, такие же, как есть на морских набережных, с сувенирами, игрушками и напитками? Почему? Я думаю, что этим вопросом периодически задаются достаточно громко. Почему на набережной, где такой большой поток людей, нет торговли? Ну, я не могу прокомментировать, конечно, на 100% этот момент, потому что не совсем моя компетенция. Вообще, в принципе, на набережной были торговые точки, насколько я знаю, возле скульптуры лодочник. Периодически они там работали. Не скажу, работают ли сейчас. Но, если говорить в целом, по моему мнению, на сегодняшний день, если мы говорим о нашем Гомерском парке, в первую очередь не стоит забывать, что это памятник природы республиканского значения. И, наверное, перегружать его объектами торговли было бы не совсем правильно. А вот то, что касается зоны аттракционов, например, там есть и точки питания сегодня, и, в принципе, есть сегодня объекты общественного питания в двух частях набережной. С одной стороны, это ресторан Прованс, с другой стороны, это ресторан Эм. Ну, не такие большие расстояния, на самом деле. Да, может быть, где-то со временем есть смысл добавить. Ну, я думаю, что этот вопрос хорошо адресовать руководству парка, подумать над этим. Но, по моему мнению, перегружать не стоит. Ну, здесь опять же, да, у каждого есть свое мнение на сей счет. Мое лично тоже не стоит. Ну, одно дело любоваться красивыми видами и просто иметь такую возможность в тишине, в спокойствии, ну, в относительном пройтись. А совсем другое, если это будут торговые точки. Ну, совсем другой пейзаж все-таки при этом получается. Есть ли вакантные места в учреждениях культуры города, где нужны специалисты, спрашивает наш телезритель. Периодически они, безусловно, возникают. И мы стараемся работать с молодыми специалистами. Если мы говорим о творческих специальностях, то у нас востребованы такие специальности, я бы сказала, как режиссеры, художественные руководители. Это те люди, которых, в общем-то, готовят в высших учебных заведениях. Но для того, чтобы работать успешно в учреждении культуры, необходимо иметь определенный опыт. И вот найти людей с опытом – это сложно. И иногда такие вакансии возникают, заполняются достаточно сложно. Если мы говорим о педагогах в отрасли культуры, то здесь, конечно, вакансии все возникают у нас в основном летом. Это связано с учебным процессом. В течение учебного года это большая редкость. Опять же, очень плотно работаем с молодыми специалистами, стараемся брать, учить. Если есть интерес к трудоустройству в учреждениях культуры, то мы всегда рады, так скажем, в своем управлении оказать содействие возможное. Можно обратиться в управление, да? Если действительно человек ищет работу, какую-то форму трудоустройства, то тут же разные варианты возможны. Вместе с учебным годом стартовали занятия в хореографической школе, в школах искусств. Как вы оцениваете, насколько эффективно они работают в Гомеле? Последняя августовская конференция показала, что достаточно неплохо. У нас хорошие, в общем-то, выпускники, у нас хороший процент поступления, наши дети. Наверное, это один из таких ключевых моментов обучения в школе искусств. Кто из выпускников продолжает свое профессиональное образование? И очень приятно, что наши дети поступают не только в среднеучебные специальные заведения, которые находятся на территории города, но выезжают за пределы. Поступают в университет культуры, поступают в престижные российские учебные заведения. Это очень хороший показатель. Активно ведут фестивальную, конкурсную деятельность. У нас есть хорошие результаты. Ежегодно это более ста человек, выезжающих на различные международные конкурсы, привозящие дипломы различной степени достоинства. Это в том числе и гран-при. У нас среди наших учащихся в школу искусств есть стипендиаты президентского фонда по поддержке талантливой молодежи. Поэтому в целом есть чем похвастать. Будет очень приятно сейчас ребятам, если вы какие-то имена назовете. Немножко, конечно, есть риск, что обидеться те, кого не назовете. Но, может быть, есть какие-то победы именно недавние, которые еще гремят. Что можно было бы вспомнить? Из того, что можно вспомнить последнего, наверное, такой достаточно нашумевший наш опыт – это участие творческих наших деток в проекте ОНТ. И там был представитель наша Мария Альхафес в жанре вокала и наше трио заслуженного любительского коллектива «Цирк Валерия Абеля» в оригинальном жанре. Они, кстати, так скажем, собрали все лавры зрительской аудитории. Поэтому очень приятно, когда наши дети не просто ездят на конкурс, но и еще, так скажем, имеют успех в телевизионном пространстве. А как приятно родителям, вы представьте. В этом году, кстати, Гомельчан с Днем города будет поздравлять певица Валерия. Все билеты уже проданы? – Практически, но еще что-то можно найти. С завтрашнего дня все билеты будут сконцентрированы в кассе городского центра культуры. Поэтому, если есть желание, можно подойти и посмотреть на тот ассортимент, который остался. – Как вы думаете, ну, вы-то знаете, это наверняка. Кого сегодня хотят видеть в Гомеле? Кому особенно рады? – Ну, в целом, у нас за последние годы, наверное, очень большой спектр артистов. – Очень много уже посетил наш город, кто-то, может быть, даже и дважды. Поэтому, конечно, это очень приятно. И мы всегда стараемся учитывать мнение зрителей. – Вам чей концерт понравился? – Меня, если честно, впечатлил концерт 9 мая Елены Ваенге. Вот от исполнителя, от нее как от исполнителя, от такого душевного концерта я не ожидала. Очень приятно было. Спасибо большое за сегодняшний диалог. Желаю вам приятных впечатлений от этих выходных. И всем, конечно, телезрителям тоже их желаю. Начальник управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гомельского горосполкома Екатерина Дегтярева была сегодня у нас в гостях. Спасибо вам за внимание и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин